Продолжаем встречать 21 ноября. И это день телевидения, день приветствия и день философии. Между прочим, сколько праздников смешалось в этом чудном дне. А еще это день разминки от нашего приятного физкульт-инструктора Евгения Мурачева. Женя, доброе утро. Доброе утро. Хочу поздравить всех с днем телевидения. Ну и разомнем телевидение и всю страну. Звучит интересно. Договорились. Сегодня будем разминаться с фитнес-резинкой. В зависимости от цвета у них сила упругости. Поэтому я взял самую тяжелую розовую. Самая тяжелая, считай. Да, это самая тяжелая. Она такая милая. Так, понятно. Все понятно. Итак, первое упражнение. Руки ставим на уровне груди и делаем разведение в стороны. Скажи, пожалуйста, Женя, если нету в домашних условиях вот такой вот розовой резинки, можно ли взять процедурную перчатку, от нее резиночку сверху отрезать? Да. Я думаю, можно этим воспользоваться. Можно даже не отрезать с нее резиночку, а просто ее растягивать. Просто с трехлитровой банки сорвать. С трехлитровой банки, да. Потом внезапно себя взбодрить, когда она лопнет. Да. Ух, с утра хорошо. Или все, что было в трехлитровой банке. Тоже так. Этим можно взбодрить. Пока у нас сегодня музыка интересная играет, ничего себе. Следующее упражнение мы фитнес-резинку... Кто-то из редакторов сыпицы вернулся. ...вызываем через ноги и делаем тягу. Это упражнение на заднюю поверхность бедра. Растягиваем. Очень важно дыхание. Вниз набираем воздух и на усилие вверх поднимаемся. Угу. И выдыхаем. Слушай, ну розовое красиво смотрится. На сером так оно официально могу тебе заявить симпатично. Жене подходит. Интересно, а в кадре вообще видно нашим телезрителям, что происходит? Потому что она такая тонюшенькая. Это воображаемая рейка. Бой с тенью. Да, люди все пришли, думают, что Женя тут просто... Следующее упражнение тоже... На панатомиму сегодня. ...возинку и делаем подъем по диагонали колена к локтю. Так, вот. Такие упражнения с утра пораньше меня всегда пугают. Потому что еще координация нарушена, мы еще спим. А тут нужно как-то даже вот право-слево соединять. Очень сложно. Но зато очень быстро просыпаемся после таких упражнений. Следующее упражнение... Жень, наши редакторы, мне сейчас выйдут все уши, потому что они мне четвертый раз говорят, что сегодня день отказа от курения. Можешь сказать, что это упражнение особенно помогает, если вы собираетесь отказаться от курения? Да, когда потренируешься, а потом не хочется курить. Все. Вот, пожалуйста, уважаемые редакторы, мы сообщили важную новость. Все. Следующее упражнение. Становимся на четвереньки и поочередно отводим ногу назад. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так, да? Раз, резиночка соскочила. Так, красиво. Просто потому что она розовая. Девочки очень любят это упражнение, очень эффективно, вот смело могу сказать. На ягодичные мышцы. Можно поочередно делать. Так. Сколько раз? 15 на одну ногу и на другую? По 10-15 повторений на каждую ногу. Хорошо. И это будет завершающее упражнение. Да, это будет завершающее упражнение. Вот так все просто. Ручки, пресс, ноги все подкачали. Красивые, здоровые, не курящие. Кстати, в нашей стране 30% белорусов курят, между прочим. Это что, каждый третий получается? Это каждый третий белорус курит. Те, не раз, я два. А, ты курильщица. Вот вы себя и вычислили. Нет, это неправда. Не слушайте их. Я веду здоровую в жизни. А я думаю, чем пахнет у нас от студии? А это Надежда Смолид. Нет, шучу. Никто у нас тут не курит, и вам мы не советуем. Друзья, это был Евгений Мурачев. Мы ему говорим большое спасибо за хорошую разминку. Приятную.